всем привет добро пожаловать в новый релакс влог можно сказать я думаю что мы с вами неплохо проведем время вместе и начнем с макияжа который многим из вас нравился вы просили повторить поэтому поехали я начинаю его с бровей так необычно для меня использую супер фиксирующий гель от бренда эволайн хорошо все прочесывают так как будто приклеиваю волоски кожи и дальше только прорисовываю отдельные волоски при помощи маркера также от бренда эволайн не идеально подходит оттенок у меня самый светлый получается очень натурально выравниваю тон кожи при помощи биби крема от пупа у него легкая но может к среднему покрытие но когда я наношу небольшое количество биби крема при помощи кисти типа кабуки то в целом все выглядит хорошо у меня есть какие-то несовершенства которые я дополнительно перекрываю при помощи корректора также от пупа в оттенке номер два и все хорошо скрыто этого мне вполне достаточно под глаза я использую один из моих любимых консилеров это или эволайн или ланком сегодня я выбрала ланком он легкий увлажняющий фиксирую все при помощи пудры от сенсай она легчайшая шелковистая и помимо того что она слегка матирует кожу она еще и как будто сглаживает ее наношу под глаза и на т-зону керлером шууэмура завиваю реснички это мой секрет кукольных ресниц делаю это в несколько этапов первый раз зажимаю у корней ресниц отодвигаюсь еще два раза до самых кончиков тушью от эволайн варите это их новинка с силиконовой щеточкой прокрашиваю ресницы в два слоя для эффекта уау то что я случайно запачкала я убираю ватной палочкой с мицелляркой для стойкости теней использую любимую базу этюд house смешиваю два сияющих оттенка из палетки наташи денон и глэм можно взять и другие но эти тени мне нравятся по качеству и на каждый день они хорошо подходят а потом беру оттенок потемнее он не супер пигментированный но я уже этим цветом начинаю выстраивать форму а потом углублю внешний уголок глаза при помощи матовых теней слегка все растушевываю при помощи пушистой кисточки и то же самое повторяю на втором глазу этими же тенями я потом буду оформлять и нижние века я не профессиональный визажист но попыталась такими простыми словами объяснить свои действия беру матовые коричневые прохожусь по линии роста ресниц и также добавляю во внешний уголок глаза на левом глазу у меня шрам и не везде тени хорошо берутся но как бы меня все устраивает и когда мне нужно заморочиться я могу получше все растушевать и так далее и вот при помощи пудры our глаз я выравниваю края для того чтобы получилась идеальная плавная растушевка все еще раз тушую 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 и вот так в итоге выглядит моё верхнее веко поближе я уже довольно и не всегда прокрашиваю нижнее веко но сегодня мне захотелось добавить и тут а поэтому сияющими тенями вот темным цветом прохожусь по нижнему веку растушевываю и еще и сияющие добавляю как-то так девочки все интуитивно и также по настроению теперь на палец набираю вот этот оттенок состаренного золота и наношу на центр немного сияния в уголок и продолжаю с лицом сейчас я использую палетку от хан бронзера скульптор и румяна контур губ я всегда оформляю карандашом потемнее в этот раз у меня urban decay layer и такая нейтральная светлая помада кремовая от mac blankety комфортно и приятно ощущается на губах теперь добавляю сережки и на этом мой макияж мой образ готов я собиралась с детьми в краков поэтому у меня еще и был повод накраситься и заодно все засняла для вас с детьми до дни в Вообще-то в этом влоге я планировала здесь снять для вас рецепты для гриля. Мы очень хотели организовать большой гриль для наших друзей, но наши планы слегка изменились, потому что как раз папу Томака выписали из больницы, у него была операция на позвоночнике, и Томак был занят совершенно другими делами, с папой все хорошо, это плановая операция, но тем не менее он все равно не присутствовал бы на гриле, и в общем в этот день я просто-напросто готовила суп, и честно говоря, я не так часто куда-то езжу, я больше времени провожу с детьми, и огромную часть моего дня, мои недели занимает готовка, быт, домашние дела, стирка и так далее, иногда даже как день сурка, но вы знаете, в этом году я как-то больше осознала, что это и есть та самая ценность, это то, что нужно оценить и то, чем нужно дорожить. Хотела показать вам свои последние покупки из Айхер, я обязательно это сделаю, но хотела поделиться с вами таким, что ли, зарядом позитива, который я сама подчеркнула от наших друзей, у которых мы были на днях, глядя на таких людей, у тебя у самой как будто отрастают крылья. Можно скатываться в какую-то безнадёгу и депрессняк, а можно вот так, как они, потихоньку преодолевая все сложности и подарки судьбы, какие-то невзгоды, всё равно постепенно подниматься как по лестнице к своим целям, к своим мечтам и всё это осуществлять, пусть не одним махом, но потихоньку и, господи, они настолько трудолюбивы, у них непростые судьбы, но они такие по-польски слово «сердечные», искренние, великодушные, что ли. Они всё в семью, всё для близких, для родных и для всех, кто нуждается в какой-то помощи, всё равно какой, они всегда откликаются. И с такими людьми хочется взаимодействовать по жизни и тоже им отдавать, потому что редко сейчас встретишь таких людей с большим сердцем и с чистым. Вот они бескорыстные, какие-то такие, как люди из книг, да, когда ты читаешь описание счастливого человека, несмотря ни на что, да, потому что в каждой семье бывают какие-то сложные периоды, то дети болеют, то ещё что-то, но вот ты видишь, что у них есть такое стремление, вижу цель, не вижу препятствий, и потихоньку разгребаешь все радости, радости в кавычках жизни и делаешь то, о чём мечтаешь. Они кайфовые, они по-настоящему вот настолько добрые, открытые, я прямо от них кайфую, я вам честно говорю. Хочется с ними жить, хочется стать членом их многодетной семьи. И вот мы на второй день поехали, забирала Томака, потому что он там остался с ночёвкой, и мои дети, мама, можно мы останемся? Кася, конечно, пусть сидят до вечера, вообще сейчас летние каникулы, привози их, пусть гуляют у нас. И у них получается четыре девочки, один мальчик. Говорю, нет-нет-нет, на следующие выходные мы забираем детей к нам. И, кстати, это не какие-то новые знакомства, новые друзья. Томак дружит с Касей с детства, и они до сих пор поддерживают связь, мы регулярно встречаемся, и Томак даже крёстный у одной из их дочек. Тоже мая. У Томака трое, подождите, или четверо крестников, но его часто зовут в качестве крёстного отца. Я думаю, что не просто так. А, и что, к чему я это всё? Вот, на этот год мы с Томаком планировали косметический ремонт. И я как-то откладывала это всё, ну, какой ремонт, когда вообще непонятно, что будет дальше. И я вообще забросила эту мысль. А, глядя на наших знакомых, я так снова подоставала все свои картинки из Пинтереста. И начала просматривать, какая же мебель есть в таком стиле, которая мне нравится. Вот пять лет тому назад, когда мы покупали дом, у нас, во-первых, были ограниченные финансовые возможности, и также временные рамки, потому что нам нужно было сделать ремонт и купить всю мебель, технику и так далее в сжатые сроки, за четыре месяца, наверное, мы вот буквально с нуля. Ну, сильно тут штукатурить не нужно было стены, но, тем не менее, не было никаких материалов, никаких мастеров. И за четыре месяца нужно было и кухню заказать, и всё отремонтировать, и сантехнику провести, потому что не везде были запланированы санузлы, так как получилось в итоге. И Томак тогда работал во Вроцлаве, а это четыре соезды из Кракова, плюс я была с маленькими детьми, и я вот по этим строительным магазинам таскала и с детьми, заказывала мебель. Я считаю, что у меня получилось неплохо, при том, что я вообще не дизайнер интерьеров, я впервые, нет, не впервые, мы ещё в прошлой квартире делали ремонт, два. Но вот так, чтобы я занималась сантехникой, я тогда даже по-польски не особо знала, как называется вот это вот всё, мне приходилось вникать, а иногда, как знаете, пальцем в небо, пусть будет так. Это было очень весело. И вот тогда мы не экономили на стройматериалах, на плитке, мы заказывали качественный деревянный пол, лестницу из архитектурного бетона, кухня обошлась нам в копейку, вот этот диван мы делали под заказ, потому что я понимала, что и киевские детей не выдержат, они его угробят за один, ну максимум два года. И он неплохо так держится, но всё же мы хотели через несколько лет как минимум сменить икеевскую мебель на что-то более оригинальное, что-то более качественное, и хотели в этом году тоже покрасить стены здесь. и как-то так, кто коронавирус, то война, и все эти планы отодвинулись в сторонку. И я хотела отвезти детей на несколько недель к своей маме в Украину этим летом. Как вы понимаете, этим планом не суждено осуществиться, и я не стану подвергать детей опасностей, потому что война в Украине продолжается, и там далеко не безопасно вообще ни в какой области. Поэтому дети будут с нами, и мы никуда не можем переселиться, чтобы здесь всё покрасить. Можно было бы тусоваться в этом мини-ремонте, но я как представлю собака, дети, и вот это вот всё... Нет, всё-таки мы, наверное, опять же отложим всё до следующего года. Мы также хотели в этом году отремонтировать нашу террасу и поменять здесь мебель. Но опять же непонятно, что будет с финансами в следующем году. Всё очень сильно дорожает, и ставки на кредит растут, и продукты питания, и коммунальные услуги, бензин, просто всё... Не хочется выражаться, но цены очень высокие. По сравнению с тем, что было до коронавируса, даже после короны, это, конечно, очень сильно ощущается. Поэтому пока что только просматриваю какие-то картинки в интернете, но не отказываюсь от своей мечты, и даже отправляю в закладки те элементы интерьера и декора, которые я вижу в нашем доме. И я, возможно, даже поделюсь какими-то картинками, чтобы вы понимали, о чём я говорю. И всё это можно осуществить небольшим финансовым вкладом. И я верю, что когда-то мы это сделаем. Глядя на наших друзей, которые настолько на лайте к этому подходят, заливают фундамент. Ну, в этом году не получается. Хорошо, мы, значит, в следующем году сделаем, но всё равно мы добьёмся того, чего хотим. Поэтому я подожду, когда как-то там будет понятно, где мы находимся, и что нас ждёт в ближайшем будущем, чтобы не вляпаться в какие-то финансовые траплы, чтобы не растрынкать то, что было отложено, и потом сидеть и курить бамбук. Теперь обещанный iHerb. Это мои личные покупки, не какие-то товары на обзор. Это не столь важно, я так всегда говорю, то, что я думаю. И по поводу подаренного чего-то там, косметики, одежды, всего, что я когда-то получала. Я заглянула на iHerb, потому что я искала пробиотики. Для детей последний месяц мы тут тусуемся на антибиотиках. Они, конечно, убивают плохие бактерии вместе с полезными, поэтому проблема с ЖКТ, и теперь наш спутник. Спутник лета. Вы писали мне, что Enterol – это отличный пробиотик, и я его сама пропила, более-менее стала. Но вот Игнат, например, на отрез отказывается пить в порошковом виде, разведённом в воде. Я нигде не могу найти в капсулах. Поэтому я заказала пробиотики. Ну, уже даю сразу и Захару от той фирмы, которую на себе проверила ещё в прошлом году. Пробулин называются. Для детей это жевательные такие таблеточки. Они не противные на вкус, а для взрослых в капсулах. Они, конечно, не дешёвые. И для детей, хоть и немаленькая упаковка, и здесь всего 30 штук, поэтому я заказала сразу несколько. Оставлю вам ссылку. Мне их назначала нутрициолог. И тогда они прям супер сработали. И когда у нас были украинцы, они все периодически тут болели. То гаймориты, то почки, то ещё что-то. И я тоже делилась тем, что было у меня. Давала пробиотики, и они говорят, что одни из лучших. Заказала неподслащенную кокосовую стружку в большом формате. И хотите верьте, хотите нет, по вкусу она отличается от той, которая продаётся у нас в магазинах. И если вы почитаете состав магазинной, то зачастую там есть какие-то консерванты, ещё и сахар. Мне это не надо. Они не жареные, ну там органические, все дела. У меня была большая упаковка, и моей соседке не хватило кокосовой стружки. Она делала... Вот нам с вами это нужно повторить. Говорю, я тебе дам кокосовую стружку, а ты мне дашь рецепт. Она делает торт Рафаэлла с крекерами без выпечки. Девочки, это нечто божественное, нам такое надо, поэтому буду требовать от неё рецепт. Она всегда на все праздники делает этот тортик. Это... Пальчики оближешь. Поэтому сохраню вот эту кокосовую стружку, чтобы мы вместе с вами приготовили торт. Теперь у меня к вам вопрос. Кто из вас использует отбеливающие полоски? Я видела на iHerb трестовские, но я как-то побоялась. Вот, пожалуйста, скажите мне, они вызывают чувствительность зубов или нет? Этим летом я хотела сделать отбеливание зубов, хотя у меня зубы, ну не сказать, что в жёлтые, но мне хотелось чуть белее, там, на 1-2 тона. И я, ну сейчас решила не тратиться, но я всегда побаивалась чувствительности, потому что это то, чего я не могу выдержать. Это просто что-то, от чего ты готов лезть на стену. Ещё есть одни отбеливающие полоски, которые все блогеры рекламируют. Вот после ковида у меня как будто отшибла память. Я забываю то слова, то какие-то названия, то что-то, что произошло. У кого так же или это уже возрастное? И я взяла себе отбеливающую пасту для начала. Думаю, спрошу у вас, может, вы мне подскажете. Срест отбеливающая гламурный белый. Но как минимум у меня не стали желтее зубы. Она освежающая. До этого я покупала другую пасту. Ну вот, пожалуйста, скажите мне. Отзывы вроде как неплохие, но я доверяю живым людям, которые смотрят меня по ту сторону экрана. Взяла себе две новые приправы. Между прочим, приправы это то, что мотивирует меня на готовку, как ни странно. Но вот я не люблю лепить котлеты или делать отбивные там, вареники. Мне хочется чего-то интересненького. И когда у меня появляется что-то новое из приправ, я так, надо попробовать. Я взяла себе две баночки любимых приправ Simply Organic. Они очень ароматные, их надолго хватает. Еще их удобно хранить. Если вы видели организацию моей кухни, то замечали, что у меня их огромное количество. И потом я наполняю их, когда все подходит к концу. Первая приправа – это микс всего, для всего чего угодно. Это выглядит обалденно, потому что зернышки сезама, по-польски это чернушка, вот черные зерна. Видите, такие? Семечки, не зерна, простите. Хотя, это то же самое? Наверное, да. Зерна сезама и черные, и еще перец. Действительно, можно куда угодно. И к мясу, и к салату, ну, как вариант, но, наверное, больше к каким-то маринадам, к тушеным овощам, например. И вторая приправа без соли, приправа с цитрусом. Я ее брала, знаете, для чего? Для рыбы. Здесь вот лук, черный перец, кожура лимона, выключается кофемашина, морковка, ну, в общем, там всякого разного намешали, и розмарин, и тимьян, но я точно уверена в том, даже упаковка закрыта, но ощущается, что это будет невероятно вкусно с рыбкой. Вот просто посыпаешь рыбу в фольгу или даже без ничего на решетку, на гриль, или же в вашу духовку. Будет очень-очень ароматно, и это всегда делает вкус блюда богаче, скажем так. Более насыщенным, но без всякой химии. Заказала себе органический яблочный уксус. Я вижу, что эта тема становится популярной. Также по той причине, что вышло видео доктора. Многие посмотрели, но эта штука не для всех. Хотя я еще пару лет тому назад по совету Кати, которая живет в Америке, она и нутрициолог, и фитнес-тренер, она там рассказывала чудо водички для похудения, но я в основном принимала это для пищеварения. Только если у вас гастрит. И вообще лучше ознакомьтесь с этой темой, чтобы себе не навредить. Я знаю, что на мне это работает, и что я себя чувствовала прекрасно. Я не пью сам уксус, вот без ничего. Я развожу его в воде, лимон и мед. И также такая чудо водичка способствует расщеплению жира. И я помню, что мне было прям очень легко. И много всего полезного можно получить от яблочного уксуса. Ну, не каждый подходит. Вот этот такой мутный, как надо. То есть, если посмотреть на него в спокойном состоянии, то появляется большой осадок. Сырой, нефильтрованный. Но, пожалуйста, сами себе его не назначайте. И прочитайте всю информацию по поводу яблочного уксуса, что вам потом ничего не скрутило. Дальше у меня здесь уже косметоз. У меня много что заканчивается. Мне нужно время, чтобы уже точно понять, что и как. И потом я сделаю отдельное видео об уходе за кожей. Но, помимо этого, еще заказала себе маленькую расческу. Мне не хватает расчески в машине. Я решила взять мини от бренда Wet Brush. Кто там писал, что я выдирала себе волосы в одном из предыдущих влогов? Дело в том, что мой микрофон пишет даже те звуки, которые иногда мне не слышны. Например, пение птиц, на которые я в реальной жизни не обратила внимания. Но в полной тишине камера и микрофон способны вообще услышать все, абсолютно все. Поэтому кажется, что я очень сильно выдирала волосы. Нет, это как раз мягенькая расческа. Она мне даже больше нравится, чем Tangle Teaser. У меня есть большая и мини в дорожной косметичке. И вот розовенькую взяла себе в машину. Это та расческа, которую можно использовать на влажных волосах. У меня заканчивается гидрофильное масло. И я сначала остановилась на другом гидрофильном масле, потому что оно было чуточку дешевле. Но сравнив объем, я поняла, что так будет более выгодно. Это бренд FUNKAN YUL. У них есть как очень простые составы для проблемной кожи, для склонной к аллергии. У меня когда-то была увлажняющая линейка. Так что на замену Миша теперь будет вот это. У меня закончился крем под глаза от бренда PURITA. Он хороший увлажняющий и устраивает меня особенно на лето. Мне его хватило где-то на 3,5 месяца. При том, что объем не маленький, но мне кажется, что когда это вот такая упаковка, не с помпой, а именно в виде тюбика, я выдавливаю больше, чем необходимо. Поэтому расход не такой экономный, как мог бы быть. Но это уже мои какие-то проблемы. Я искала что-то с более конкретным составом и опять же выбрала... О, PUNKAN YUL! Приходит в картонной матовой упаковке еще в отдельной коробочке металлической. Я прям аж удивилась. Это выглядит даже так премиально. Супер красиво. Опа! Чем меня зацепил этот крем? Здесь фермент черного чая, также пептиды, масло макадамии, масло ши, огромное количество растительных экстрактов, но он вообще не раздражает мне глаза. И это не просто увлажнение, это как увлажнение вместе с питанием. И он не попадает в глаза. То есть вот жирные кремы иногда затекают или на них некрасиво ложится консилер. Здесь совершенно другая история. И я под приятным впечатлением. У меня от него не пухнут глаза. Приятный крем. Здесь очень большой объем, девочки. 25 мл. Это как половина крема под глаза. Так что постараюсь выдавливать меньше, чтобы дольше мне послужил. Очень многие маски я доиспользовала до конца. Скоро будут пустые баночки. И взяла себе маску от одного из любимых корейских брендов Heimish. Мне нравятся их гидрофильные бальзамы, сияющая база с SPF. И тени у них бомбические. А маску я взяла, потому что, опять же, состав здесь интересный. Мне нравятся действия розовой глины на мне. Но вот это вот размешивание все с обычной глиной доводит меня до безумия. И мне вообще не хочется этого делать. Если косметические бренды все решили заменять, то я с удовольствием беру баночку, которая дает мне чуть больше, чем просто розовую глину. И я два раза делала эту маску. Она хорошо подсушивает воспаление, осветляет кожу и не пересушивает ее, а наоборот делает такой бархатистой. Маска застывает, ее нельзя передерживать. Наносим плотным слоем. Здесь и розовая глина, и цинк. И сейчас скажу вам, я когда читала состав, я, честно говоря, была еще более приятно удивлена. Я специально порылась. Сейчас. Вот сделала себе порядок в телефоне, теперь ни хрена не могу найти. Потом эта маска и очищает, и стягивает поры, и успокаивает, и осветляет. Она такая многофункциональная. Еще, опять же, большой объем. 150 грамм, девочки. Но это на год как минимум. Интересный тоник. Пока что не буду рассказывать, что и как, но упаковка абсолютно инстаграмная и философия бренда. Тоже такая необычная, потому что минимальный состав, но максимальный эффект от необычных компонентов. Вот такой тоник буду использовать. Может быть, не сейчас, а ближе к осени. Еще одна суперская корейская марка I'm From. Это не полноразмерная маска, но я решила взять на пробу. Если понравится, закажу большую. Это маска с медом. У них вообще и эссенции супер, и маска с полынью, и что еще там у меня было, щербет для очищения кожи. Многое было распродано, потому что я покупала, когда было минус 20%, вот эта маска, она питательная, тоже успокаивающая. И у меня закончилась вся линейка Effaclar от La Roche-Posay. И я заказала себе набор миниатюр от I'm From, а Somba.me, тоже корейцы. Девочки, это линейка для проблемной кожи с АХА и БХА кислотами. Здесь миниатюра, но видите, что это не на один-два раза. Мы вот как раз скоро едем в отпуск. Я подумала, что на всякий случай возьму с собой, потому что из-за перемены климата, из-за пляжа, соленой воды, плюс ты много раз моешься, вот, солнце не щадит кожу, другое питание меня любят высыпать. Поэтому я на всякий случай возьму тоник, мини-сыворотку, и здесь мыло для умывания, не знаю, потяну с собой или нет, но оно у меня было и волшебный крем, который хорошо очищает кожу. У меня когда-то был этот крем, и он действительно работает. По действию чем-то напоминает Efeclar Duo, во всяком случае на мне это точно работает, и все это беру с собой на всякий пожарный. И последнее что-то, что разбилось, прям аж обидно. Нужно написать в службу поддержки iHerb, чтобы они вернули мне деньги или прислали новый товар. Я, кстати, никогда с этим не обращалась, это у меня впервые. Очень красивый розовый оттенок, прям супер фреш, это The Sun. И у меня оттенок, не знаю какой, розовый, который в заказе указан. Если вам интересно, могу поделиться. Я постараюсь это спрессовать, но все-таки я не хотела этим заниматься. Предпочту, чтобы мне вернули деньги, и я потом повторно закажу. Ну, это все на сегодня. Надеюсь, вам со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх, а мы с вами встречаемся совсем скоро. Чао-какао, пока-пока.